Да, спустились мы с путепровода и вот здесь идет расширение трассы Ну тут и до этого в принципе мы шли в одну полосу до ремонта Но идем быстро, я надеюсь много времени здесь не потеряем Сейчас до кольца там расширение Ну а речку переедем и там уже по Омской объездной пойдем полным ходом Так, ветер тут выравнивает подушку А сзади мы видим два танка на постаменте Ребята писали в комментариях, что здесь где-то недалеко танковое училище Так, ну вот Чего я и боялся то, что на этом узком месте мы встанем за трактором Хотя он всячески пытается помочь съехал на обочину Так, пока нет встречек Надо воспользоваться Все, спасибо Спасибо трактористу Ух ты, а здесь на стоянке армейская смотрите сколько пыли подняли А там же еще стоянка такая не асфальтирована земляная Здесь тоже трубы меняют Странно, интересно еще день Да, ну пускай восьмой час а уже стоянка вся забита Что бы это значило Все встали духа в день отмечать Ух ты, куда тут даже стоянка-то расширилась Можно даже в поля уже уезжать Да, вот здесь немного заузили дорогу Но это только до кольца На газпроме тоже халявная стоянка вся занята А я вот так не люблю когда еще солнышко встает как-то на стоянку заезжать Но я просто не усну Во-первых жарко в такую погоду А во-вторых рано еще работать негры солнце еще высоко так, ну что четвертое колечко миновали и осталось у нас пятое кольцо впереди возле возле бывшего поста ГИБДД а дальше уже да, встал встал не очень хорошо мог бы немножко съехать а дальше рейки называю уменьшительно ласкательными речушки речкой будем исправляться да, русло здесь действительно широкое река могучая и впереди у нас круговое движение не очень я считаю здесь удачно сделали круг хотя бы побольше его диаметром и тогда можно было бы проходить с менее опасным разъездом потому что я уже объяснял когда на мелком круге люди заворачивают и на раз вот сейчас хорошо КАМАЗик закрыл и я ходом ходом прошел круг а вот когда встанешь и потом трогаться да еще если тяжелый а там несутся тут несутся куры несутся я просто некоторые летчики летают через круг не видят то что фура выходит у ней такой хвост я вам уже рассказывал как у меня тут друг попал ему в бардачок в прицеп влетели вот и все покидаем мы можно сказать территорию города Омска уходим на объездную который практически почти 50 километров обходит не касаясь города и держим путь мы на крутинку только смотрю я по времени мы на крутинку приезжаем в 10 часов вечера а я хотел там колеса отбалансировать потому что уже подходит к 50 тысячам но если я первый раз балансировал на 70 а сейчас 110 у нас пускай 111 то вроде как 41 километр прошел можно еще до 50 и до дома дотянуть но только дома жалко время терять на базе можно попасть в очередь и простоять неизвестно сколько поэтому я и стараюсь дорога мне понравилась в прошлый раз в крутинке делали не то что ни один раз я там уже делал а несколько и колеса ходят после этого и ходят кому-то не нравится как там балансирует я не знаю я не попадал мне всегда получалось все четко ну ладно доедем а там посмотрим сколько нам останется на завтрашний день может быть заночуем прям в крутинке утром колеса отбалансируем и рванем дальше все покажет время не переключайтесь впереди все самое интересное а вот здесь на объездной я смотрю тоже площадку большую делают я думаю что это под стоянку пойдет не под аэродром который уже вот здесь есть на этой стороне для легкомоторных самолетов он и кстати видно если приглядеться сегодня они пока хотя летают смотрите ух ты летит только его не могу поймать вот он далековато но он есть черная точка вдалеке значит все таки летают летит он параллельно может быть сейчас как раз над дорогой пойдет он же все равно летит быстрее чем я еду я-то всего-то 82 километра в час ух ты температура как снизилась уже 22 с половиной градуса у меня уже скоро нагревать кабину начнет здесь выставлено 21 да пора переводить точно идет прямо над дорогой смотрите резко резкость никак никак резкость на него не попадет доходим мы опять до реверсивного движения но к сожалению перед казахстанским путепроводом я его называю загорелся у нас красный придется немножко постоять но так бывает так ну что теперь наша очередь не не neutrality не в но не не в не а не не в не а тут Мост бомбят капитально. Вот она как раз казахстанская развязка. И если сейчас переехать через мост, под мост и по этому вот виаду, по этой улитке завернуть влево, то там ждут нас границы казахстанские. Проезжаем мы заброшенные руины недостроенного аэропорта. И скоро у нас выход с объездной. Да, хотел я передать друзьям из Омска большой привет. Спасибо большое за добрые комментарии. Я знаю, что много у меня подписчиков в Омске живет. Всегда слышу от них только хорошие отзывы. И всегда на душе горит огонек надежды, что я еще не раз приеду в этот красивый город Омск. Да, добежали мы до конца объездной. И вот здесь этот участок буквально каких-то 200 метров никто не хочет доделывать. Да, не сказать, что тут прям уж сильно все убито, но по сравнению с объездной и по сравнению вот дальше дорога пошла как-то... Эти 200 метров, ну, не вписываются в картину хорошей дороги. Да, солнышко у нас уже приближается к горизонту на часах 20 часов. И мы сейчас практически пойдем навстречу, навстречу уходящему солнцу. И будет оно нам низко-низко светить прямо в глазки. Хорошо? Есть солнцезащитные очки, а то ехать было бы вообще дискомфортно. Да, здесь поставили целый, построили завод растворно-бетонный, как его лучше назвать. И здесь у нас впереди сужение. Как мы туда ехали, на Степирь, так мы и обратно попадаем на ремонт дороги. Но здесь еще пока реверса нет. Ну, техника работает. Никто еще домой не ушел. Ехай-яй. Грейдер шпарит задним ходом. Быстрее, чем вперед ездит. Да, вот в районе этих бетонных блоков надо быть аккуратней. Чуть мотнет. Эхай-яй здесь вот вообще вплотную поставили. Чуть мотнет в колейности. И причалишь сразу к одному из бетонных, а за ним упадет и второй. И, в общем, видел я, как МАЗ один раз вот так в блоки заехал. Это страшная вещь. Там вырвало у него правое колесо вместе со ступицей. Вот такой был силы удар. Ну, а здесь нам приходится заезжать на весовую. Которую, наверное, все равно скоро закроют. За ненадобностью кругом уже есть электронные весовые рамки. Ну, что, набираем обороты. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok